Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы разберем задания по окружающему миру, вариант 22. Я пользуюсь пособием, в котором 25 вариантов. Задания типовые. Подобные задания могут быть на самой проверочной работе. Также у меня на канале есть подготовка к ВПР по русскому языку и математике. Ссылочки на эти каналы я помещу в описании к ролику. Итак, приступим к разбору части первой. Внимательно рассмотри предметы. Это изображение посуды. Стрелкой с надписью «Стекло» отмечена кастрюля, которая может быть сделана из жаропрочного стекла. По образцу отметь любой предмет, который может быть сделан из металла, и любой предмет, который может быть сделан из глины. Посмотрите, вот эта кастрюлька, она однозначно сделана из глины. Глина. И еще нам нужно сделать металл. Металл, например, сковорода сделана из металла. Металл. Вы сюда пишите название материала, не название посуды. Следующее задание. Внимательно изучим по таблице прогноз погоды на трое суток. Четверг, пятница, суббота. Первая строка – ночь, утро, день, вечер. Вторая строка – облачность и атмосферные осадки. Третья – это температура воздуха. Четвертая – это направление ветра. И последняя строчка – это влажность воздуха. Прочитаю утверждение о погоде, которое ожидается в указанной сутке. Выбери верное утверждение. Обратите внимание, иногда бывают неверные утверждения. Запиши их номера в специально отведенную строку. То есть там, где у вас ответ, вы должны сюда записывать их номера. Итак, читаем. Западный ветер будет дуть в каждой из указанных дней недели. Смотрим. Западный ветер будет дуть. Посмотрите. В субботу, например, западного ветра вообще нет. Значит, это утверждение неверно. Самая низкая влажность воздуха ожидается в четверг днем. А самая высокая – в пятницу вечером. Смотрим. Четверг день. Четверг день. 54. Нам говорят, что самая низкая – это четверг день, 54. А самая высокая – в пятницу вечером. Смотрим вечер, пятница, 89. Ищем. Есть ли еще какие-то цифры, которые нам помогут ответить на этот вопрос. Самая низкая влажность воздуха – 54, да, четверг день. Но мы видим, что, например, в пятницу днем есть 52. Значит, утверждение неверное. Третье. На протяжении трех суток будет преобладать безоблачная погода. Смотрим на облачности атмосферной осадки. Обратите внимание, преобладает солнышко больше всего. Значит, это утверждение верное. Записываем сюда цифру 3. В указанные дни недели температура не будет опускаться ниже 3 градусов. Смотрим. 4, 5, 7 и так далее. Один раз есть 3, ниже нету. Значит, это утверждение верное. Сюда записываем цифру 4. Следующее задание. Рассмотрите карту полушария земли, изображение и выполни задание третье. На карте полушария земли два материка, обозначенные буквами. Буква А и буква Б. Под буквой А это Евразия материк. Материки – это имена собственные. Пишется с большой буквы. Евразия. Материк Б – это Австралия. Рассмотри изображение. Рыжего кенгуру, панды, коалы и косули. На каждой строчке запиши соответствующее название животного. Под цифрой 1 – это Коала. Под цифрой 2 – это Панда. Под цифрой 3 – это Рыжий кенгуру. И под цифрой 4 – косуля. Теперь нам нужно ответить на вопрос, какие животные встречаются в природе на материке А, то есть в Евразии, и какие на материке Б, то есть в Австралии. Распредели номера соответствующих изображений. На материке А проживает панда и косуля. Пишем сюда цифры 2 и 4. А на материке Б, то есть в Австралии, проживает рыжий кенгуру и коала. Цифра 1 и цифра 3. Далее, следующее задание. Составь два правила. Подбери к началу каждой фразы из левого столбика. Продолжение из правого. Начало фразы. Чтобы не заболеть, нужно вести здоровый образ жизни. Нужно отказаться от употребления шоколада и кофе. Нужно выполнять предписание врача. Чтобы не заболеть, нужно вести здоровый образ жизни. Начало фразы у вас буква. Продолжение фразы. Цифра А1. Чтобы быстрее выздороветь, нужно выполнять предписание врача. Цифра 3. Задание выполнено. Внимательно рассмотри изображение тела человека. На рисунке стрелкой отмечена шея. Покажи стрелками и подпиши кости, мышцы и печень. Кости указываем на любую кость. Это может быть и рука, и нога. Кости. Мышцы указываем на мышцы. Тоже это не важно. Рука или нога. И указываем на печень. Печень. Далее. Следующее задание. Ученики 4 класса проводили опыты, чтобы определить, как влияет вода на рост и жизнедеятельность растений. Они наблюдали за двумя клумбами с одинаковыми растениями у входа в здание школы. Растения на одной клумбе ребята регулярно поливали. Растения на другой клумбе получали воду только за счет атмосферных осадков. Нужно сравнить условия проведения эксперимента на двух клумбах и подчеркнуть в каждой строке слово, которое верно отражает эти условия. Освещенность растений на клумбах одинаковая. То есть они находятся на улице и их освещает солнце. Полив растений на клумбах различный. Какие измерения и сравнения нужно провести, чтобы определить, как вода влияет на рост и жизнедеятельность цветов на двух клумбах. Что нужно сделать? Необходимо измерять и сравнивать длину растений. Также количество новых побегов, листьев и цветков. Записываем. Необходимо. Измерять и сравнивать длину растений. Количество новых побегов, листьев и цветков. Если бы ученики захотели выяснить, как влияет почва на рост и жизнедеятельность растений, с помощью какого эксперимента они могли бы это сделать. Опиши этот эксперимент. Что должно быть? Должна быть разная почва. То есть в одну клумбу, например, они добавляют удобрения, а в другую нет. То есть у нас получается освещенность одинаковая, одинаковая. Количество воды тоже одинаковое, то есть поливают. Количество воды одинаковое. А состав почвы разный, различный. Например, в одну клумбу они будут сыпать удобрения, а в другую нет. И что им нужно сделать? Им необходимо измерять и сравнивать. Измерять и сравнивать длину растений. Также их количество побегов, новых веточек, листьев и цветков. Иногда таким способом определяют эффективность удобрений, которые нам предлагают вносить в нашу почву. Далее, часть вторая. Часть вторая выполняется на этом же уроке, поэтому вам нужно выполнить обе части. На рисунках изображены знаки. Рассмотри их и напиши, где можно встретить каждый из этих знаков. Посмотрите, перечеркнут магнитофон, из которого очень громко звучит музыка. Где такой знак можно встретить? Можно встретить его, например, в парке, или лес, или какое-то общественное место. То есть, то место, где нельзя включать громко музыку. Такой знак можно встретить где-то на водоеме, что нужно следить за детьми, то есть на пляже. Это может быть пляж, водоем, не оставлять маленьких детей, вообще детей без присмотра. И такой знак мы встречаем на дорогах. Дорога. Теперь нам нужно подумать и написать, что могут означать эти знаки. Первый знак может означать, что нужно соблюдать тишину. Соблюдай тишину. Второй знак, что это место предназначено для купания детей, но за детьми нужно следить. Следить за детьми. Далее. Этот знак обозначает, что въезд запрещен. Запрещен. Далее. Люди разных профессий используют в своей работе различные инструменты, механизмы принадлежности. Рассмотри изображение, определи профессии людей, которым для работы требуются эти предметы. Выбери один из рисунков, запиши его номер в специально выделенной клеточке. В поле ответа напиши название соответствующей профессии, опиши какую работу выполняют люди этой профессии и чем эта работа полезна обществу. На первой картинке изображены инструменты, которые необходимы, например, шахтеру, который добывает уголь. Вот у него отбойный молоток, лопата. Следующий инструмент это может быть слезарь, который что-то налаживает или, например, сантехник, который чинит что-то. И инструменты, которые используются в садах, в огородах. То есть садовник может использовать шланги, грабли, лопаты, кусторезы. Давайте выберем третий и запишем садовник. Теперь нам нужно описать, что садовник делает. Садовник копает землю, садит растения, поливает, также он граблями может убирать, убирает мусор или опавшие листья. Чем полезно садовник ухаживает за парком или сквером или садом. И, конечно же, это очень полезно для нашего общества. Девятое задание. Ежегодно 5 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Всемирный день учителя. Он был утвержден ЮНЕСКО как международный праздник в 1994 году. Но как национальный праздник в России проводился с 1965 года, в первое воскресенье октября. Подумай и напиши, чем важен этот праздник для каждого человека. Объем ответа до пяти предложений. Это профессиональный праздник всех учителей. Учителя вкладывают в душу детей частичку своего сердца, своего знания. Они учат их читать, писать, решать. Воспитывают детей так, чтобы из каждого вырос достойный гражданин своей страны. И, конечно же, мы должны уважать, помнить своих учителей, гордиться ими. Десятое задание. Запиши название региона, республики, области, края, автономного округа, города, в котором ты живешь. Здесь вы записываете название своего региона. Название столицы или главного административного города твоего региона. Например, я живу в республике Хакасия, город Абакан. Как называется населенный пункт, в котором ты живешь? Запиши название, в ответе укажи ряд. Вид населенного пункта – город, село, поселок, деревня. Какой рельеф характерен для твоего региона? Напиши, какие почвы характерны для местности, в которой ты живешь. И как они используются в экономике твоего родного края. Здесь вы записываете город или поселок, или село, или деревня, в которой вы живете. И описываете рельеф, который характерен для вашего региона. Это могут быть горы, тайга, степи, леса, почвы. Какие у вас почвы и как они используются в экономике твоего родного края. Может быть, на вашей территории выращивают пшеницу, хлеб, или выращивают какие-нибудь растения, которые очень полезны. Все. Сегодня мы с вами разобрали 22-й вариант всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4-м классе. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии обязательно. Ставьте лайки. Все предыдущие работы в плейлисте «Подготовка к ВПР по окружающему миру». Также напоминаю, что у меня есть подготовка по русскому языку и по математике, по разным пособиям. Ссылка будет прикреплена в описании этому ролику. Всего вам самого доброго. До новых встреч.